Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Цибульский настоял на возобновление выплаты, вознаграждения за классное руководство и организацию работы в группах в фиксированном объеме. Напомню, в 2017 году данные выплаты были приостановлены по решению администрации региона на год, до 1 января 2018 года. После возобновления в связи с введением новой системы оплаты труда сотрудников образовательных учреждений профильный департамент предлагает включить данные надбавки в фонд оплаты труда в качестве стимулирующей выплаты. Глава региона категорически не согласился с такой формулировкой. Из фиксированной ежемесячной надбавки в стимулирующую выплату Департамент образования, культуры и спорта Неницкого округа предложил включить выплату вознаграждения за классное руководство и организацию работы в группе в стимулирующую часть заработной платы. Для того, чтобы сам руководитель образовательной организации в рамках уже того фонда, который у него есть, определял данную выплату. Временно исполняющий обязанности губернатор Александр Цибульский категорически не согласился с такой формулировкой, отметив, что надбавки за классное руководство и организацию работы в группе должны быть фиксированы частью заработной платы. Это дополнительная нагрузка за классное руководство и за работу с детьми в группу. Это всегда была дополнительная нагрузка для учителей. Это не их эффективность. Они берут на себя и должны понимать, что за это им будет определенная доплата, потому что это уже априори предполагает дополнительные действия, которые они должны делать. И, я не знаю, может быть, тем более если эти деньги, как вы говорите, уже заложены в задание, тогда не надо их делать. Перенесите их в фиксированную часть зарплаты. Это не то, где можно стимулировать за эффективность работы. Еще один категоричный ответ главы региона последовал на вопрос о возмещении расходов на приобретение амбу-лифта окружному авиапредприятию. Спецустройство для людей с ограниченными возможностями здоровья было приобретено авиаторами в текущем году. Предлагается компенсировать затраты оператора порта по приобретению данного технического устройства амбу-лифта. В окружном бюджете заложена сумма в размере 6 млн 525 тыс. 500 рублей. В свою очередь глава региона Александр Цибульский сравнил стоимость амбу-лифта со стоимостью роскошного внедорожника Land Cruiser 200, который находится в собственности авиаотряда. Я дал поручение продать этот Land Cruiser. Значит, с учетом его возраста, по моему пониманию, продажа его будет стоить где-то примерно 5 млн. Надо посмотреть по-моему. Это практически полностью перекрывает стоимость амбу-лифта. Значит, вот эти деньги можно направить на амбу-лифта. А оставшуюся сумму мы доплатим тогда и в бюджет. Контроль за исполнением данного поручения возложен на вице-губернатором, руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Алексея Еремеева. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Телеканал «Север».